харе кришна добро пожаловать на лучший вайшнанский кулинарный канал где мы вместе с вами готовим самые лучшие блюда индийской кухни и сегодня долгожданное блюдо блюдо из тапиоки сегодня мы готовим сабудана кичри сабудана это тапиока и она представлена такими крахмальными тапиоковыми шариками и если будете покупать покупайте помельче шарики с ними удобнее работать и потом в блюде они лучше себя ведут и из тапиоки делают очень много блюд в индии готовят их в те дни когда нельзя зерно бобовые это выкадыш и разные другие дни поста и когда нужно что-то приготовить а зерно и бобы нельзя тапиок это икадышный продукт и он даже если вы не поститесь и у вас нет каких-то таких постов от зерна и бобов то он в принципе это считается тапиока считается очень легким диетическим продуктом и сейчас она очень становится популярной тапиоку нужно замочить замочим ее на 2 часа иногда если у нас чуть больше тапиока может быть чуть больше и совсем маленькую чуть меньше проверять нужно так нужно взять шарик и раздавить если он полностью раздавливается и внутри нет ничего твердого значит мы должны слить воду слить воду распределить на какую-то поверхность чтобы вода испарилась оставшиеся но не чтобы он в общем не плавала на луже так сказать немножко обсохла тапиок я взяла пол чашки потому что индийские рецепты и традиционно измеряется в объемах пол чашки это 250 вернее чашка 250 миллилитров то есть я взяла половину такой чашки или можно замерить если я замерила вес это было 60 65 грамм тапиоки и мы замачиваем водой а в два раза больше чтобы у нее было куда разбухать приступаем к обжариванию картошки мы берем 200 грамм сырой картошки это уже взвешенная почищенная картошка а можете также взять отваренную в мундире картошку почистить ее и порезать и потом уже отваренную обжарить также мы берем свежий корень имбиря режем вот такими вот интересными штучками здесь у нас одна столовая ложка уже порезанного имбиря или 20 грамм также и специи нам понадобится кумин или зира и кумина мы возьмем одну чайную ложку также я размолола 15 горошин черного перца и так на разогретую сковороду наливаем топленое масло ги добавляем кумин и имбирь также вы можете добавить чили перед кумином и имбирем я не добавляю потому что у меня к этому кетчери будут идти острые саджи обжариваем несколько секунд не боимся что имбирь у нас будет сырой потому что он потом с картошкой еще очень хорошо поджарится и так наша картошка порезанная кубиками отправляем ее также обжариваться все хорошо перемешиваем и мы будем часто помешивая на таком среднем ближе к сильному огню обжаривать закрытой крышкой тут же добавляем наш перец перед тем как закрыть крышку перемешиваем и посолим мы уже когда картошечка поджарится пока картошка жарится время не теряем мы обжарим арахис это следующий ингредиент нашего кетчери это арахис в шкурке сырой я его помыла и обжариваем сначала на сухой сковороде постоянно помешиваем арахиса я взяла 5 столовых ложек или 50 60 грамм и когда арахис на сухую уже обжарится начнет потрескать мы добавляем ги топленое масло это позволит ему стать более таким маслянистым румяным и мы его жарим пока немножко коричневые пятнышки не появится он будет готов проверяем картошку она мягкая значит готова красивая золотистая картошка и мы добавляем нашу замоченную тапиоку и добавляем одну чайную ложку соли все хорошо перемешиваем мы будем мешать пока тапиоку не станет такого а мутно прозрачного цвета сейчас она белая процессе мы добавляем орехи и перемешиваем дальше пока тапиоку не буду готовить и займет пару минут и так так тапиоку вот такая стала мутная из белой превратилась немного мутную мы еще называют ее прозрачной и добавляем зелень это последний наш сегодня ингредиент и еще раз все перемешаем вот такой замечательное и очень быстро блюдо из тапиоке у нас получилось я надеюсь вам понравилось попробуйте его сделать и ваши кадыши будут спасены большое спасибо аре кришна а а а а а а а